вот тут карьер сделали твари место силы чтобы выхолостить вот откуда-то на вершине холма песочек странно вот откуда его час это место вычищают планомерно делают песочный каменный карьер он добывают камни выломали все место силы похерено твоим интересный камешек как будто здесь что-то было с интересными выемками он вот так вот и стоит интересным обожженным верхом интересно что это было новое кладбище и вот оно почему-то четко разделено по секторам вот он вал идет первый здесь начинается второй мы старой части кладбища вот одно из первых плит я полагаю что это первое послепотопное кладбище когда уже люди уничтожили но остались некоторые вот у евгения макарова из замечательное видео про ведических погребенных и там есть замечательно огромные плиты которые были выкопаны из глубины 35 метров с прекрасной филигранной обработкой камня где видна каждая деталька рекомендую посмотреть это видео чем это кладбище примечательно и вот такие плиты которые сейчас покажу тем что здесь они не погребены они на поверхности значит это было уже после потопа после бомбардировки а если после бомбардировки после потопа как мы увидим там несколько таких плит значит что это впервые люди начали уже не сжигать а хранить и остались скажем так технологии работы с камнем но они не были такими филигранными просто все еще умели умягчать камень но уже не заморачивались силу понятных причин нехватки людей и технологий с филигранной обработки но просто оставили такую плиту сделали из камня как они умели тогда еще еще не забыли посмотрите интересный крест он как православный но интересен трезубец вот смотрите крест снизу не перекладина отрезубец 1 2 2 стрелы идущий вверх либо это символы энергии простейшая работа из того что было слепили человек умер и мы сделали такую плиту потому что особенно некому было делать что-то посерьезнее мы уже близко подошли к другому камешку это так называемый мужской где-то здесь был женский постараюсь найти вот это уже тоже послепотопная наверху звезда аллатырь восьмиконечная вот тут вот что-то для треб это уже из белого камня другой материал видимо еще был после ломбардировки 1 вот здесь есть крестик то он явно не христианский в то же время здесь аллаты звезда это белый мрамор которого нет нигде в округе важен материал это белый мрамор важно то что это не погребено а на поверхность если это на поверхности то что было после потока значит после потопа где-то нашли белый мрамор вот он качается он лежал его люди подняли таких лежачих много тут явно виденческий орнамент был вот остатки звезды аллаты непонятно откуда мрамор это взялся вот тут отверстие скажем так для треп технология работы с камнем еще было но христианство еще не было еще не придумали хотя бы здесь вот крест но он явно не христианский он равносторонний он не выдал он выпуклый это оригинально он был не подобный здесь но я ничего не станет такие кресты вроде кельский со всех сторон абсолютно ровный кельский крест православием так называемым который прав славит и с русской православной церковью которая такая же русская как и православная вот этот постамент ничего общего не имеет их много тут таких очень много вот крест вот равноценный равносторонний и он был другой там было еще прикладу да да это постамент для установки другого камня и явно после потопа люди бы не заморачивались долблением этого то есть это явно размягчили просто налоги еще было еще не утеряно вот такие вот непонятные то ли рвы то ли многоуровневые ограды непонятные что идут как секторами по кругу от некоего центра к центру мы еще прием еще один камешек замечательный то же самое то же самое крест явно не христианский тот тоже развил кого-то найдет здесь центр такой трезубец тут вообще все стерто и расплавлено взрывом вот тут вот то же самое вот он вот у нас крест вот он крест равносторонний вот он три перекладины раз два и три с другой стильники ну вот где-то вот такой же как там был не могу найти но он стоненький такой женской головкой явно же женский вот такой же камень только женский не могу найти вот еще один камешек пожалуйста то же самое только маленький это детский и явно послепотопный все если прийти весной когда не нету травы ту и их видно много часа из-за травы не видно ни хрена почти ну ничего общее представление уже есть вот еще один вот их довольно много но все-таки вот такой же где-то есть вот еще один вот такой же он стоял он был тоньше и вот тут было круглый абсолютно без ободка мы называли его женский камень где-то он был буду искать может быть найду нашел еще один прям вот рядом мужской вот как будто мне глаза отводил кто-то вот он женский есть еще один детский вот тут тут все иначе вот тут вот отверстие для треб сверху никаких крестов не вижу там было 8 на звезде в 8 звезд а здесь 4 но почти почти квадрат видно что это не выщерблено что первых это видно что это искусственный камень слишком уж он слоями вот так как-то залит ты заливался послой на никаких крестов вообще принципе вот тут еще еще одна плита еще не камень и никаких символов больше но сверху для треб что-то и все это находится на одном из самых сильных мест мест силы орловской области я знаю три очень сильных вот это вот второе по силе чуть позже покажу камень где все собственно и происходит она очевидно это часть мегалитического комплекса вот по этой гряде несколько мест силы поэтому разлом идет вдоль истоков реки оки вот тут есть подозрение что здесь что-то было но я не уверен просто иного цвета могло быть и шутка природы два его там третий камешек типа мрамора он не местный вот этот камешек местный сейчас всем покажу он желтенький песчаник это мрамор он не местный угол 90 градусов вот видно как обрезали ров в этом же месте вот одна структура что-то там было мы идем другой структуре где самые ценные камни уже вывезли какая-то лисичка наверно буршал так вот вот тут был глаз дракона тут была голова дракона на его вывезли ее сломали и вывезли это мощный песчаник по сути кварц он пьезолитрический и тут мощные потоки выходят из земли вот это оплавление и не думаю что она природная и материал такой интересный попробую сейчас залезть показать вот слишком ровная поверхность вот тут а вот тут оплавленная с одной стороны вот это слишком ровная вот она ай блин чуть не на е вернулся мы пойдем к основному выходу силы к основному месту силы вот он материал совершенно не местный вот мы идем сюда главное место силы вот тут чаша тут пик вот тут нисходящий тут восходящий поток вот на скала вот он холмик вот там дальше вот это кладбище где мы были итак соратники краткое резюме что мы видим на месте силы которое раньше было неким мегалитическим сооружением о чем свидетельствуют камни мегалитические камни со следами горизонтальных поверхностей не свойственных природным образованием находится возможно первое послепотопное кладбище потому что памятники находятся над слоем глины то есть после бомбардировки после осаждения глины на землю мы видим на этих памятниках признаки их изготовления с технологии которые утеряны сегодня мы видим признаки технологии которые исключают обработку вручную то есть это какая-то механическая обработка и мы также видим следы того что эти все памятники не содержат в себе так называемую христианскую символику мы видим несколько памятников без христианской символики и несколько памятников с символикой которую сложно назвать христианской не свойственной современному так называемому православию а дальнейшие выводы делайте сами спасибо соратники и до новых встреч 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 Продолжение следует...